Я лечу. Все нормальные люди летом летят на море, тепло. Куда лечу я? В Исландию. На свадьбу к своей очень-очень хорошей подруге Даши Пулавиной. Пью чай. Ну, точнее, уже допила чай. Немного опаздываю на регистрацию. Черт, как можно патологически всегда везде опаздывать? Ват. А вот это ват. Куда я прилетела? Приземлились. Место многолюдное, сразу видно. Похоже на мир после конца света. Если здесь все такие мужчины, как на паспортном контроле, только что были, я просто сдохну. Какие здесь красивые мужчины. Люди. Ау. Кто-нибудь. Погода чудесная. Лето. Вовсю лето. Замечательно. Так, это мой первый номер до того, как я встречусь с ребятами. А чемодан? Мой сладкий. Иди сюда скорее. Все. Никто тебя больше не полует. Все живы. Все нормально. Сейчас подумают, что я кого-то убила и депортируют меня. Спать я сегодня буду не одна. У меня есть спутник. Здравствуйте. Приятный под... Ребят, у нас проблема. Я взяла чужой чемодан. Твою ж мать. Ааа. То есть понимаете, да, что в Исландии у кого-то оказался такой же чемодан, как у меня. Просто вот один в один. Там же свадебные платья. Ём. Но меня очень радует этот человек, потому что самое важное, что лежит сверху. Печенька с предсказанием. Здорово. Так, что в таких ситуациях обычно делают? Вот я вижу киндл на итальянском языке. Здесь сейчас еще выяснится, что судьбу свою найду. Итальянск какого-нибудь. Ну, мой итальянец, я еду к тебе. Жди меня, судьба. Всем доброе утро. Первый день в Исландии. Ситуация с чемоданом решилась. Вон он. Я нашла документы в чемодане этих людей. Но я, конечно, сильно стрессанула. Будем выдвигаться потихонечку к Даше. Ехать нам где-то... Она написала 6 часов, но на деле 7-8. Отдых от людей. Итак, мы встретились с ребятами. Нас тут очень много. В одной машине. Едем к Даше. И мы сначала едем в супермаркет закупиться едой на 3 дня вперед. Потому что то, куда мы едем, там не будет ни кипятка, ни нормальных ресторанов. Пока не совсем понимаю, как я тут выживу. Но разберемся, по ходу дела. Ребят, смотрите. Яплакака. Кто-нибудь хочет яплакаку? Это эплобомба. Ванилобомба. Типа бомба. Пончик бомба. Я просто угораю. Ну, я взяла себе каку. Поехали дальше. Оказалось, сложно выбрать то, что мы будем есть на 3 дня. Я взяла там орешки, хлопья. Магазинчик называется Бонус. Hello. Такие специальные термопакеты, чтобы молоко и мясо не испортилось. Нормально. Заходите в гости. О, май гад. Короче, большие маршмеллоу. Как ты на нее залез? Раз, два, три. Ура! Давай, давай, греби. Эй, слышь, далеко не улетай, чтобы я тебя видела. Шапку одень. Вот этот кадр. У нас, короче, с семьей такая фишка, что у нас есть приложение, в котором мы смотрим, кто где находится. И, в общем, сейчас ситуация выглядит так. Мы были вот здесь, в Рикьявике, и уже приехали за день вот сюда. Мы доехали до городочка. Дримни-свигур. Понятно. Дримни-свигур. Значит, достопримечательности в Дримни-свигуре. Это лакшери-место. Вон там у нас стоит яхта. Вот это вот отель, в котором мы на одну ночь остановимся. Пока-пока! Такие вот домики. И вот хорублевка. Вот даже озеро здесь есть. Даша! Привет! Привет! Выходи давай скорее! Два, четыре, один. Мы все живем в одном большом доме. Здесь кухня. Моя комната на данный момент вот здесь. Достаточно маленькая, но уютная. И самое интересное, ребят, что здесь сейчас не темнеет. Я ужасно устала, на самом деле. Пойду поболтаю с Дашей. Шапка с тупиками. Красотка. И у меня теперь такая же. Даша мне подарила. Жарим мясо. Я объелась чипсом. Я ужасный человек. Доброе утро. Я наконец-то выспалась. Первый раз за три дня. У меня давно не было такого хорошего настроения. Я такая счастливая. Сегодня будет очень интересный день. Мы поедем смотреть на тупиков. Мы поедем к водопаду. Я, пожалуй, пойду собираться, чтобы никого не задерживать. Вон у меня все вещички сразу готовы. У меня такое ощущение, будто я снова в Швейцарии, в Луган учусь. Взял вещички, нашел в ванную. Утро в любой поездке для меня всегда начинается с того, что нужно хорошенько привести себя в порядок. И куда бы я ни отправилась, я всегда беру с собой свою щеточку Луна Мини 2. Только благодаря ей я выгляжу как человек, даже когда стрессово путешествую, поздно ложусь и так далее. Она очищает кожу благодаря T-Sonic пульсациям, после чего кожа очень мягкая и сияющая. Просто наносишь гель для умывания и потом круговыми движениями приводишь кожу в порядок. Ну а я теперь готова ко всем фотосессиям сегодняшнего дня. Традиционный тортик кака. Даша, а можешь твою футболку показать? Если тебе не нравится погода в Исландии, подожди 5 минут. Обычно говорят, что тебе понравится она еще меньше. Это, кстати, на удивление вкусно. Как вот такой чизкейк. Я не знаю даже, как это объяснить. К разговору о нашем багаже. Подъезжаем. Вот сейчас все пойдут туда. Максимально упакованных термобелье, флиска, плащик дождевой, непромокаемые штаны. Я никогда еще в жизни не была у водопада. Мне прям интересно. Первый раз? Серьезно? Да. На краешу для фотографии. Блин, страшно! Опа! Достаточно крутой подъем. Я что-то уже устала. Я не привыкла к такому количеству физической активности. Мы пришли. Какая красота! Сейчас пойдем туда. Счастливый ребенок. Я прямо у водопада. Очень мокро. Интересно, почему? Вся наша команда. Чувствуется, конечно, такая мощь. Даша снимается. Вам не холодно? Комары не мешают? Кушать хочется? Нет. Ребят, что-то вы разные с мешком. Чувствую себя немножко свинкой. Чудом нашли на фьордах заправку. Кто-то купил себе жареные рыбки с картошкой. Ну а мы едем смотреть на тупиков. Мы находимся на самой западной точке Европы. Здесь очень часто останавливаются перелетные птицы. Тупики в частности. Прям игрой престолов сейчас повеяло. Нереальная красота. Просто невероятно. Вот эта нора, здесь по идее должны быть тупики. Ценители красивых видов, однако. В общем, тупиков мы не нашли. Причем мы все в шапочках братского. Но тупиков нет. Ну мы очень готовились. Ну прям очень. Чувствую. Доброе утро. Опоздала на завтрак. С утра сделала глазки. Смогла взять молочка немножко. И ем хлопья вилкой. Запасы продуктов уже заканчиваются. Главное уметь придумать как. Посмотрите, куда мы приехали. Смело можно сказать, что мы где-то, не знаю даже, в марте. Мы сейчас находимся на полуострове Наполдс. Нес. Нес. Я сегодня в очень крутом плаще. Ходячий отражатель. Меня фотографировать тоже собирали. Буду позировать. Чуть-чуть бокс туда, в сторону. Огонь. Я пошел. Иди. Я пришла. Я пришла. Самое офигенное, что здесь везде мох. Это особенный исландский мох. Серый он потому что старый. А зелененький это новый. Хороший. Я нашла идеальное место для пикника. Смотрите, кто здесь. Привет. Все, они поехали. Знаете, в чем самый прикол? Вот мы сейчас находимся просто фиг знает где. Но при этом здесь шикарный интернет. И я просто сижу в инстаграме, смотрю ленту. Мы сейчас приехали на самые настоящие источники. Начинается девичник. Правда без алкоголя. Как холодно. Так сегодня замерзло. Просто жесть. Очень холодно. Плохо видно. Наверное, ничего не слышно. Я с вами прощаюсь до завтра. Ну а мы пошли стусить. Мы приехали. Смотрите, там пингвины. Даша, ты специально заказывала? Нет, но это офигенная история. Даша очень любит пингвинов просто. Мы приехали в наш чудесный домик на эти два дня. Даже есть горячая уличная ванная. Кто-нибудь из гостей не такой хутоник. Давай, подожди. Даша, почему столько тупиков? Потому что я люблю тупиков. Они похожи на пингвинов. И взлетают тоже смешно. Очень уникальный домик у нас на эти два дня. Мы с невестой делаем бутерброды на завтра всем. Кому-то достанется два кусочка колбаски, а кому-то один. Так, все вместе мы сделали 40 бутербродов. Ой, еще такой закат у нас там. Вау. Это же все мне, да, Стас? Да, да, да. Мне кажется, что исландское мясо самое вкусное, которое я когда-либо пробовала. Да. Маленький тур по нашему коттеджику. Телевизор. Здесь кухня. Здесь моя комната. Здесь комната Стаса с Дашей. Там туалет. А душ у нас находится вот здесь. Практически на улице. И с такой металлической стеной. Ребята, завтра такой важный день, вы понимаете? Даша выходит замуж. Все собираются. Дашек, покажись. Невеста красавица. Свадьба фотографа. Это тяжелый вообще случай. Да. Что это? Это свадебные туфли. Моя дорогая, я уже сейчас готова плакать. Слушай, так красиво вообще, что все в платьях. Так, подожди, а мы все из одного исторического периода? Ну, мы не очень, но в принципе. Да, но это не страшно. Потому что игра Престолов, она знаешь, такая, там, то средневековье, то еще что-то. Быстрый завтрак. Перед свадьбой. Мы приехали на Черный пляж. Сейчас у нас там будет просто бомбическая фотка по теме Игры Престолов. Мне кажется, что сейчас нас будет фоткать весь пляж. Нашу команду видно сразу. Ну, а сейчас мы поедем уже на ледник. На церемонию. Я думаю, снимать там будут все, поэтому я не буду брать с собой камеру. Мы поезжаем к леднику. Даш, такой деликатный вопрос. А мы в туалет сможем сходить, прежде чем идти на ледник? Мы все хотим это услышать. Сейчас Даша пошла собирать свой свадебный букет. Это невероятно. Мы сейчас садимся вот в эти джипы. Мы сейчас садимся вот в эти джипы. Яркие, неповторимые и ни на кого не похожие. Мои Даша и Стас. Просто будьте вместе. И навсегда. Молодожонка, здравствуйте! Как себя чувствуете? Огонь! Летний отдер. Август. Мы приехали на Гейзер. И мы ждем, пока его бомбанет. Я просто заняла полэкрана, Сашуль. Давай сядь ты там. Я сейчас упакована, как селедочка. На мне 5 слов одежды и непроницаемый плащ. Я иду практически под водопад. Наверное, одно из самых красивых зрелищ, которые я когда-либо видела в своей жизни. Вот, пожалуйста, туристы стоят, наслаждаются водопадом. Нет, блин, Саше нужно подойти к нему прямо вплотную. К... Радуга. Давай, блин, сюда идем. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даша перешла только что из статуса лучшего друга в статус просто лучшего человека на свете. Ни один человек ради меня не был готов пойти под водопад, чтобы сделать видео. Ну, круто же получилось. Да, вообще бомба. Я мокрая просто насквозь. То есть у меня волосы мокрые, худи. Шапка сухая. Потому что она сделана из исландской овцы. Это нанотехнологии исландские. Да. Она водоотталкивающая. Ну что, пока водопад. Я нашла просто офигенный плед. Я бы его взяла, если бы он подходил мне в интерьер, но он не подходит. Не дарите мне плед, подарите мне дом. Вот и закончилось наше путешествие. Все уже в аэропорту. Скажешь что-нибудь на прощание? Я буду скучать. Ой, не уйдешь. Я приеду зимой обязательно. Ты обещаешь? Она пообещала. Я обещаю. Поздравляем эту парочку еще раз замечательную. Я надеюсь, это видео вам понравилось, вам было интересно. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...